Всем привет! У нас сегодня воскресный день и мы сегодня поехали в населенный пункт Пуик или Пик, как-то так он называется. Здесь есть собачий пляж и здесь где-то живет девочка, у которой Джек Рассел Терьер, годовалая тоже девочка, с которой мы хотим познакомить Трампа. Правда, мы уже в этот Пуик Пик приехали и я написала хозяйке, но она пока что-то не откликается. Ну, подождем пока, погуляем по пляжу, может потом с ними познакомимся. Эль Пик по-испански так должно читаться. Здесь не собачий сейчас пляж, куда мы пришли, но мы думаем сейчас вот сходить на волнорез прогуляться или вот чуть-чуть подальше. И, может быть, дойдем до собачьего пляжа, но Ник говорит, что он далековато. Нет, нет, далековато, далековато. Собачий пляж, где мы проезжали, Альбара, то есть в камерках, наверное, 5-10. 5-10 до собачьего пляжа? Ну, давай мы не пойдем пешком туда. Нет, мы не пойдем туда. Я хочу расслабиться, а не напрячься в воскресенье. Мы просто пойдем на волнорез, я думаю, с собакой там можем. На волнорез? Да, пойдем. А еще у нас сегодня супер вообще теплая погода, потому что если в прошлый раз, когда мы гуляли в Си по полям, было тепло, но очень ветрено, ну, теплый ветер, но тем не менее, то сегодня тепло и нет ветра. То есть, вон, море спокойное, не волнуется, мы в футболках. И более вам того скажу, нас уже назвали негодяями, когда мы созванивались с Томой, потому что я в шортах и в шлепках. Ник в таком же виде. Блин, а в Москве Тома сидела в шапке, в пухане на балконе. И, конечно, блин, я на самом деле чувствую, так он плохо идет. Блин, сейчас пока снимаю видос, смотрю, что Трамп идет хромает, перепугалась до жути. А оказалось, что он просто лапкой, подушечкой поймал, как это, колючку, колючку репейника и идет хромает, потому что ему больно наступать. Вот, в общем, да, в Москве нынче холодно, а здесь тепло, мы кайфуем. Но это психологически для моей головы немного странновато, потому что такого у меня еще в жизни не было, чтобы 12 марта, а я хожу с голыми ногами. А Трампику жарко. Он прям в каждый тенечек пытается засесть. Раскакал кабачино. Где-нибудь он сейчас уйдет. Посмотри, посмотри на него. Он оттуда не вылезет, если он свалится. Придется лезть за ним. Главное, чтобы он обратно не погреб в море. Да. Ах, как хочет эту водичку. Это чуть-чуть, такие там прекрасные. Не знаю. Ах, как хочет, чтобы он был в море. Трампе нет Катю Вода оказалась жутко ледяной И ни Ник, ни Трамп в ней долго не смогли провести времени Поэтому мы сейчас идем просто гулять по так называемому променаду Потому что по пляжу ходить не кайфово Песок в ноги засыпается, во-первых Во-вторых, если ходить по песочку, по морюшку, оно ледяное Поэтому мы пойдем просто по плиточке с видом на море Это вот домики Пуига Как бы он правильно не назывался Получается типа а-ля панельные многоэтажки Их сдают в аренду летом Ну и вот тут еще невысокая застройка есть Далеко, конечно, не увидит, по ракушкам Да, не очень кайфово тут ходить Какие-то цветуи красивые Не знаю, что это за цветуи Но красиво Начинает тут уже все цвести Променад Тут вот на первой, наверное, правильно назвать линии Домики стоят классные Да, тут, в принципе, неплохо Единственное, что тут хорошо летом Или даже, наверное, вот сейчас хорошо Потому что немного людей Все свободно, море свободно, но оно ледяное Летом здесь, наверное, просто толпы людей, как кильки в бочке Здесь вот весь этот променад, наверное, забит тоже людьми Ну и все время какой-то движ А зимой здесь нет вообще никого Жуткие ветра с моря и холодно Вот, поэтому в плане того, чтобы здесь жить постоянно Не очень Только если как отпуск, типа, приехал на две недели И тебе там два метра до пляжа Вот так хорошо Трампичек в ожидании, да, Трампичек? Сейчас подружка придет, знакомится Красивая девочка Ну, отпусти, я думаю, вряд ли они друг от друга А ваш не боится звуков? Нет, нет, он вообще Он на них ругается Ну, если близко, тогда ругается А моя прям все, в каждый уголок Я иду, она остановится, где-то забьется в угол Обалдеть Я пока с ней дошла Я не думала, вы так вот идете Думаю, вас обманет А, а я думала наоборот Я смотрю по карте У тебя получалось Да Мне казалось, что ты отсюда идешь Я говорю, давай А, я говорю, давай тут тормознем, чтобы как бы ей далеко до нас не бежать Трамп Ой, ну какая она хорошая Она такая, она прям маленькая, наверное Да А сколько ей год? Будет год 14-го числа А, нашему чуть-чуть больше, у нас 18-го января был год А, января? Да Ну, почти одна Снимаешь? Да, да, да Боже, ну они прям как эти Как в мультике про Бэмби Вот эти два олененка Молоденьких Она немного напугана звуков этих Язык вывалила Да, собака, собака А когда ты говоришь у нее? У вас были уже Джеки или первые? Первые Моя первая собака Да, у нас вот тоже никакого совершенно не было опыта Да, говорили Джеки, так сложно, сложно Ну, это действительно, наверное, не так просто Ну, я за ней это Распитывать Распитывать Да, да, мы тоже постоянно с ним Боже, это невозможно снимать, это нужно вот так вот крутиться Да Боже, ну какие они очаровашие Глядя на него Что, еды дадут? Да Короче, мы съездили, познакомились с девочкой Джекрасова Трампе она очень понравилась С ее хозяйкой познакомились Девчонка из Украины Уже пять лет в Испании Вот И год Через сколько там Пару недель Год будет ее девочке Трампик чуть-чуть постарше Вот, в общем Нам очень понравилась эта девочка И хозяйка адекватная В общем, все классно Но есть еще такое но Что, во-первых, у Баффи, у Джекрасова, девочки Может начаться скоро течка Вот, и тогда велика вероятность, что мы все станем бабушками и дедушками Джека бабушками и дедушками Вот, и второй момент У Юли, так зовут хозяйку Баффи У нее еще дома есть попугай Жако Вот, с которым мы во вторник договорились приехать познакомить Трампа Вот Ну, по идее все будет нормально Она, в принципе, сказала, что так-то она выпускает этого Жако Погулять по дому Но, вот, когда возьмет Трампа на передержку На всякий случай, лучше просто неделю не будет его выпускать из клетки Ну, чтобы не было конфликта, не дай бог Хотя, на самом деле, так если подумать, Трамп не конфликтный, в целом ничего не должно быть Но лучше не рисковать, когда нас вот с Ником не будет прям вот в непосредственной близости Вот, и в случае чего не сможем там его забрать и, не знаю, мотоцел Вот, поэтому В общем, короче, во вторник мы поедем еще раз к ней домой уже посмотреть, как он там дома будет себя вести, чтобы тоже точно было все хорошо И с попугаем познакомить И Юля еще сказала, говорит, ой, говорит, я даже, наверное, может быть, не буду брать с вас денег, а вы взамен, когда мне понадобится, тоже возьмете бафе на недельку Ну, мы радостно, конечно, согласились, потому что прикольно такой опыт испытать, пожить недельку с двумя Джак Расселами Это будет либо тур-дом, либо это будет весело, но попробовать очень хочется А сейчас мы их едем поесть И, судя по навигатору, Ник поставил веточку в сторону Макдональдса Любитель чанг-фуда Чисто случайно? Чисто случайно Никакой другой еды просто нету А дома котлетки долго жарить Так, это позиция номер один Просто Чтобы второй подбородок не появлялся, нужно обязательно вот в такой позе ездить на машине Трамп знает толк в отсутствии второго подбородка Вот, можно вот так вот на локтях висеть, а иногда он еще на подмышках висит Но очень внимательно смотрят вперед А то вдруг папка не туда увезет Надо же будет проконтролировать Поконтролировать